Раздеваемся, показываем. В аэропортах краю ведем особый режим безопасности. Не пролетит и муха. Как гласит 50-е правило Олимпийской Харти и место будущего гайд-парка в Сочи, по стиле вице-премьер Дмитрий Казак и омбудсмен Владимир Лукин. Мистическая история о призрачных штрафах. Как нарушить скоростной режим в пробках несколько раз за минуту. В плавании, легкая атлетика, боча и пауэрлифтинг. В Йейске появился физкультурный клуб для людей с ограниченными возможностями здоровья. Здравствуйте, в эфире программа «Факты». С вами Павел Лаврентьев. Особый режим безопасности введен в аэропортах края. Службы всех аэровокзалов тщательно досматривают багаж. Также увеличена численность полицейских и казачьих патрулей. Эти меры введены для защиты пассажиров от террористов. Усиленный режим безопасности по всему краю начал действовать после трагедии в Волгограде. Инна Волкова продолжит. Администрация аэропорта просит вас при обнаружении нескользных сумм и подозрительных предметов неведленно сообщать об этом сотруднику полиции. Такое объявление пассажиры Краснодарского аэровокзала слышат каждые полчаса. Простая истина звучит еще актуальнее после трагических событий в Волгограде. Две недели назад из-за терактов там погибли десятки человек. Полицейские проверяют документы. В зале ожидания и по периметру аэропорт дежурят казаки. Кинологические службы привлекаются здесь в обязательном порядке для досмотра, вызывающих подозрения в багажных вещей и все остальное. В принципе, естественно, у нас очень хорошо работает видеонаблюдение и многие другие специфические средства, которые мы применяем, в том числе для досмотра вещей, багажа. Краснодарский аэропорт – крупнейший в край по пассажиропотоку. Около полусотни авиарейсов в день, более двух с половиной миллионов пассажиров в год. Аэровокзал – настоящая зона риска. На входе в здание установлены металлоискатели. Интероскоп, словно рентген, видит насквозь весь провозимый багаж. Особое внимание сотрудников авиационной безопасности приковано к ручной клади. Росавиация запретила пассажирам проносить в самолет жидкость в любом виде и в любом объеме. У вас в сумочке находится крем. Его рекомендуют создать в багаж. По новым правилам нельзя перевозить в ручной клади. По старым правилам набор самолета можно было брать 100 миллилитров жидкости. Этого достаточно, чтобы положить в сумку, к примеру, зубную пасту или туалетную воду. Теперь это все необходимо сдавать в багаж. Однако, если без этих предметов в полете обойтись можно, то как быть с лекарствами и детским питанием? Дело в том, что запрет носит рекомендательный характер, поэтому насильно никто отнимать жизненно важной для пассажира вещи не будет. А полностью запретной жидкости снимут в конце марта. Кроме жидкости, служба авиабезопасности проверяет электронные устройства. Чтобы убедиться, что они не муляж, администраторы просят владельцев гаджетов включить их и положить на ленту досмотра. Впрочем, сами пассажиры с пониманием относятся к пристальному вниманию к личным вещам. Мы поэтому выехали заранее из санатория, специально за 20 месяцев, знали, что будет проверка. Поэтому все нормально, зато полетим спокойно весь полет. Сегодня в крае действует усиленный режим безопасности. Он был введен по поручению губернатора Александра Ткачева после теракта в Волгограде. Сразу после трагедии он собрался в БЕС. Глава края поручил помимо транспортных узлов усилить охрану в школах, детских садах, больницах и местах массового скопления людей. Действовать усиленный режим будет до особого распоряжения. Инна Волкова, Владимир Брагин, Екатерина Славянска и Александр Брыксин, 9 канал, Краснодар, Геленджик. Более 400 казаков со всей Кубани вместе с полицейскими будут охранять порядок во время зимних игр 2014. Их задача патрулировать улицы на территории всего Большого Сочи. Поселились казаки недалеко от спортсменов в Олимпийской деревне. Командировка заняется на три месяца, поэтому дружинников разместили с максимальным комфортом. В гостинице есть штабы, зоны отдыха и даже молитвенная комната. На соревнования приедут больше 250 тысяч человек со всего мира. Это участники и зрители. Обеспечить безопасность как гостей, так и жителей Сочи – главная задача правоохранителей и казаков. Это высочайшая честь для казака, потому что казак, вы знаете, всегда, во все времена служил государству российскому. От того, как вы будете выполнять эту задачу, зависит авторитет и непосредственно вашего казачьего общества, и в целом кубанского казачьего войска, в целом казачества всей России. Очень здорово, что к нам прибыло такое пополнение. То есть мы готовы уже и будем как бы курировать эти маршруты, патрулировать совместно с казаками, братьями казаками, которые прибыли к нам на помощь. Я думаю, это будет значимое подспорье и работникам полиции, и вообще в целом олимпийскому движению. Усильный режим охраны в Сочи будет действовать до середины марта, пока не завершатся паралимпийские игры. Парк в Хосте станет мерой проведения согласованных митингов и массовых акций во время Олимпиады. Об этом сегодня объявил вице-премьер Дмитрий Казак на итоговом совещании по соблюдению прав человека в период большой стройки в Сочи. Накануне место будущего гайд-парка посетил уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин. Он остался доволен выбором властей. Парк удобно расположен, к нему легко добраться любым видом транспорта. Можно легко доехать до туда и на машине, и на автобусе, и на поездом. Как от Сочи, так и от спортивного центра. Поэтому, если люди захотят обменяться мнением и высказать свои взгляды по любому поводу, они могут это легко сделать. Дело в том, что 50-е правило Олимпийской хартии, свода основных принципов деятельности МОК, запрещает в местах проведения соревнований любые демонстрации или пропаганду, как политического, так и религиозного или расового характера. Омбудсмен также отметил, что в целом олимпийское строительство не было простым. Руководителям колоссального проекта Сочи-2014 приходилось решать вопросы экологии, переселения граждан и соблюдения трудового законодательства. И власти страны, края и города по всем правовым аспектам реагировали своевременно. А Дмитрий Казак заявил, что экология на курорте со времени олимпийской заявки значительно улучшилась. «Я получил доклад Министерства природных ресурсов о результатах мониторинга состояния окружающей природной среды. Сегодня воздух и вода стали чище, чем были на декабре 2007 года. При этом воздух стал в два раза чище. Это результат работы по модернизации транспортной инфраструктуры, результат работы по проведению экологических мероприятий». Вице-премьер также сообщил, что тема с задержкой заработных плат олимпийским строителям будет окончательно закрыта до середины января. Дмитрий Казак пояснил, что перед Новым годом общая сумма долга перед рабочими составляла 227 миллионов рублей. На сегодняшний день осталось выплатить всего 2 миллиона. С 1 февраля в России пенсии могут вырасти на 6,5%. Правительство уже утвердило соответствующий проект. В итоге трудовые выплаты увеличатся в среднем на 665 рублей, пенсии по инвалидности и потере кормильца на 430. По данным регионального отделения пенсионного фонда, увеличение выплат в крае предположительно коснется около полутора миллионов человек. Сразу 75 новых мест появилось в одном из детских садов Белореченска. В сказке сдали корпус общей площадью почти 500 квадратных метров. Перерезать красную ленточку доверили маленьким новоселам. Внутри нового здания их ждали просторные игровые спальные комнаты. Также в детском саду появились новые бытовые помещения и 4 дополнительные прогулочные веранды. Открытие детского сада и когда наши детки пойдут, все-таки получат места, а мама получит работу. Это огромный событий для района. Губернаторская программа и программа прежде всего президентская сегодня в действии. Потому что вот этим открытием этого детского сада мы начинаем. Как бы прияду открытие всех детских садов, которые будут открываться у нас в этом году. А мы еще будем открывать практически 5 детских садов. Новые группы для детей – это и дополнительные рабочие места для взрослых. В детский сад приняли сразу несколько воспитателей. На строительство этого корпуса потратили около 35,5 миллионов рублей. Деньги выделены сразу из трех бюджетов муниципального, кругового и федерального. Краснодар и Челябинск возглавили список крупных городов России с самым доступным жильем. Один квадратный метр столицы Кубани в среднем стоит чуть больше 34 тысяч рублей. Дешевле жилье можно приобрести лишь в Челябинске. Там придется выложить около 30,5 тысяч за метр. При этом его средняя стоимость по стране находится на отметке в 57 тысяч. Исследование провело аналитическое агентство Интерейтинг. Использовались данные Росстата и крупнейших торговых интернет-площадок страны. Маршрут изменен. В Краснодаре с сегодняшнего дня действует новая схема движения автобуса номер 7. Путь муниципального транспорта продлен и теперь проходит через поселок Пашковский. По улицам 1 Мая, Сормовской, Дзержинского и Карасунской до аэропорта. Ранее автобус двигался из фестивального микрорайона через центр города и Комсомольский. А затем по трассе М4 Дон напрямую в аэропорт. И далее в фактах. Как и где он проведет в ближайшие годы, решит суд. В Темирюкском районе задержали подозреваемого в двойном убийстве. Мистическая история о призрачных штрафах. Как нарушить скоростной режим в пробках несколько раз за минуту. Рождественская звезда зажглась. В станице Тбилисской прошел первый район и православный фестиваль. Подробности после короткой рекламы. Вы смотрите факты. Мы продолжаем. Подозреваемого в двойном убийстве задержали минувшей ночь у правоохранителей Темирюкского района. 1 января в дежурную часть обратились жители поселка Стрелка. В одном из частных домов они обнаружили тела мужчины и женщины с огнестрельными ранениями. Убитые были супругами. В совершении преступления следователи подозревают 48-летнего жителя станицы Голубицкой. Уже выяснили, что он работал в строительной бригаде прорабом, который был погибший. По версии следствия, 30 декабря 2013 года мужчина прибыл к дому знакомого, где из имевшегося гладкоствольного ружья произвел в него несколько выстрелов. После чего причинил огнестрельное ранение головы его супруги. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье убийства двух и более человек. Сейчас его еще допрашивают, выясняют мотивы преступления. В ближайшее время будет решаться вопрос об обзорблении для него меры пресечения. Возмущенные автовладельцы края взорвали соцсети, интернет-форумы. Сразу более сотни водителей оштрафовали за нарушение скоростного режима на дорогах. Они датируются только двумя месяцами прошлого года, октябрем и ноябрем. Причем, согласно сайту ГИБДД, некоторые умудрились за одну минуту нарушить правила несколько раз. В проблеме разбиралась Александра Проскурина. По улице Мачуге в Краснодаре Анатолий Кривобоков ездит с момента получения водительского удостоверения. Три с половиной года. Считает себя дисциплинированным водителем. Но несколько недель назад ему доказали обратное. На официальном сайте Краевого управления ГИБДД на его счету оказалось 55 нарушений скоростного режима. Если посмотреть статистику по моим штрафам, то практически каждый день по одному-два штрафа мне приходили. Есть ситуации, где пару раз по два штрафа в одну минуту приходит. Скоростной режим Анатолий нарушал по версии сайта ГИБДД по всему городу. Кажется, мужчина вообще не обращал внимания на дорожные знаки. Там, где ограничение 40 км в час, он ехал минимум 63. Там, где можно поднять стрелку спидометра до 60, Анатолий разгонялся до 80 км в час. На что интересно, в 2013 году он нарушал правила только в течение полутора месяцев. С 12 октября по 25 ноября я безумно нарушал и потом прекратил. В остальные месяцы года Кривобоков в списке нарушителей не числился. А за весь водительский стаж получил всего 4 штрафа. Как оказалось, Анатолий такой не один. Именно в октябре-ноябре 2013-го нарушителями стали более сотни автовладельцев. Григорий Пряткин сейчас должен госавтоинспекции более 28 тысяч рублей. Разобраться с таким огромным штрафом он решил непосредственно в ГИБДД. Там ему сказали, программа видеофиксации работает исправно. Проблема, скорее всего, в спидометре автомобиля. Мол, прибор показывает скорость меньше фактической. Сотрудникам моего сервис-центра сказал, ребята, проверьте, может быть действительно погрешность. Нет, все идеально работает. И когда я двигаюсь, мой навигатор показывает примерно ту же скорость, которую я на самом деле и еду. Григорий Пряткин после техосмотра снова отправился в ГИБДД и написал жалобу. Он заявил, что не оплатит штрафы, пока система видеофиксации не будет проверена на исправность. После многочисленных жалоб сотрудники автоинспекции действительно направили несколько камер на исследование. Все камеры, которые у нас имели по заявлениям граждан якобы технические сбои, мы все их направили на поверки дополнительные, хотя они имеются в действующей связи с собой поверки. И на сегодняшний день мы можем уверенно сказать, что все камеры технически исправны. При этом общегодовые показатели нарушений скоростного режима пошли на убыль. Если в 2012 году сотрудники ГИБДД вынесли более 4 миллионов постановлений, то в 2013 чуть более полутора миллионов. Однако некоторые водители поговаривают, штрафы за октябрь и ноябрь просто подкорректировали эту статистику. Слишком резко снижаться она тоже не может. Ездить по дорогам так, как показывают штрафы, Григорий Пряткин говорит, невозможно. Снажал на газ и полетел. *** крутить, я не знаю. Александр Проскурин и Олег Черепок, 9 канал, Краснодар. Под особым контролем детские перевозки. В Краснодаре проходит акция с таким названием. Инспекторы ГИБДД проверяют автомобили с маленькими пассажирами. Родителям и водителям такси, которые перевозят детей не по правилам, без автокресла или ремней безопасности, дорожные полицейские выписывают штраф. С сентября прошлого года он увеличился до 3000 рублей. В рамках акции сотрудники госавтоинспекции проводят рейды возле детских садов. Именно там утром и вечером наибольшее количество нарушителей. Спереди нормально, когда я пришлёгиваю. Я сзади боится, темно просто. Поэтому так получилось. Штраф не так пугает, сколько он кричит. На дорогах города Краснодара в прошлом году пострадало 16 детей пассажиров. Как показывает статистика, при использовании детского удерживающего устройства, либо же детского автокресла, тяжесть последствий снижается от 30 до 40%. В рамках акции проверяют и автобусы, которые перевозят детей. Так, в разгар новогодних утренников инспекторы составляли до 30 протоколов в день. Более 170 тысяч кубанцев за минувший год побывали в мобильных центрах здоровья. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения края. Специалисты самых разных направлений проводили комплексные обследования, помогали избавиться от вредных привычек. По необходимости посетители получали направление к местным врачам для дальнейшего лечения. Всего мобильные центры побывали в 14 районах края в рамках национального проекта здоровья. В свои двери открыли 13 центров для взрослых и 4 для детей. Пройти комплексное обследование в них может любой желающий. Для этого необходимо предъявить паспорт и медицинский страховой полис. Журналисты 9 канала стали победителями четвертого всероссийского конкурса региональных СМИ «Панацея». Лучшими признаны работы нашего ейского СОПКОРа Марии Николаевой. В феврале 2013 года она делала материал о работе тех, кто спешит на помощь тяжелобольным по воздуху. О бригаде медиков в краевой санавиации. Награду получит еще одна моя коллега, специальный корреспондент фактов Маргарита Витисян на конкурс «Панацея». Она отправила три сюжета о современных направлениях в медицине. 7 февраля в Москве состоится церемония награждения. Всероссийский конкурс «Панацея» организован фондом «Институт социальной стратегии и тактики». Главная задача – привлечь внимание общественности к проблемам и успехам здравоохранения в стране и формированию здорового образа жизни. История любви с восточным колоритом. На девятом – премьера культового бразильского сериала «Клон». В Марокко среди песков и солнца разгорается любовь главных героев – мусульманки Жаде и христианина Лукаса. Им придется пройти испытания расстоянием, пронести свое чувство сквозь религиозные запреты, преграды судьбы. Интригующий сюжет разворачивается на фоне живописных пейзажей Марокко в атмосфере загадочного Востока. Кстати, сериал вошел в историю студии «Глоба» как один из самых дорогих и ярких проектов. Только украшения восточных женщин стоили сотни тысяч долларов. В итоге теленовелла получила несколько престижных премий в области киноиндустрии. Теперь уникальная история и любимые герои возвращаются. Первые серии фильма «Клон» смотрите на девятом уже в эти выходные. 11 и 12 января в 16 часов. Рождественская звезда зажглась в станице Тбилиска. Там прошел первый районный православный фестиваль. В нем приняли участие более 400 человек. Все они местные жители. Им пришлось пройти конкурсный отбор. Кроме подготовки концертных номеров, они изучали духовную литературу, общались с настоятелями храмов. На сцене районного Дома культуры участники фестиваля оживили библейские мотивы, исполнили песни и стихи на рождественскую тему. В фойе Дома культуры открылась выставка рождественских поделок. На ней можно увидеть иконы, вышитые участниками фестиваля живописные полотна с изображением русской зимы и православных храмов. Фестиваль «Рождественская звезда» планируют проводить ежегодно. Физкультурный клуб для людей с ограниченными возможностями здоровья появился в Ейске. Идею районный спорткомитет вынашивал давно, а заодно подыскивал тренеров. Сейчас инвалиды могут не просто делать упражнения, а выбирать подходящий вид спорта. На тренировки побывала Мария Николаева. У Ейского физкультурно-спортивного клуба инвалидов пока нет своего помещения. Но главное, что он все равно работает. В определенные дни люди с ограниченными возможностями здоровья собираются в тренажерном зале. Занятия бесплатные. Татьяна предпочитает беговую дорожку, ее муж – силовые упражнения. У инвалидов очень малоподвижный образ жизни. Они мало общаются, сидят в основном дома. А тут как бы уже приходим, общаемся с другими ребятами, с людьми. Это во-первых. Во-вторых, оздоравливаемся. Самому старшему участнику спортивного клуба 71. Евгений Валерьевич стал инвалидом в детстве после перенесенного туберкулеза коленного сустава. В случайно Савельфенок обнаружил в себе способности долго плавать и пересек в 10 лиман. При том, в большую погоду. Так получилось. В 95-м рекорды пловца-марафонца не были замечены. Евгений Соболев одним из первых пришел в спортивный клуб для инвалидов. Он надеется, что его новым друзьям повезет больше. И их результаты будут достоянием города и даже края. В спортивный клуб пока записались 50 человек. Самое сложное было, говорит руководитель, подыскать опытных тренеров по адаптивной физкультуре. И теперь, когда их нашли, задачи изменились. Воспитать хоть одну звездочку для сборной команды Краснодарского края и также для сборной команды России. То есть воспитание у паралимпийца. Вот, кстати, один из этих звездочек, Артем Гордунов, который пришел к нам в клуб и занимается очень активно. Плавание, легкая атлетика, боча и пауэрлифтинг. Сейчас инвалиды выбирают эти виды спорта. Но позже откроются секции по настольному теннису и слэдж-хоккею. Мария Николаева, Игорь Хашобин, 9 канал, есть. В баскетболе «Локомотив Кубань» в этом году пока своих поклонников не радует. Видимо, в связи с этим мой коллега Константин Перминов выглядит грустноватым. Хотя, скорее всего, он просто не выспался, зная его. Здравствуйте. Здравствуйте, Павел. Действительно, я не выспался из-за того, что «Локомотив» проиграл. Матч был поздно. Счет не очень хороший, поэтому я очень долго расстроен. И сидел и думал, что же дальше будет с «Локомотивом», который действительно не радует вообще. Ну да, в 8 последних матчах, если не ошибаюсь, 7 раз проиграли. Не ошибаетесь, действительно, но я думаю, что печальная статистика в понедельник прервется. Все подробности в «Фактах спорта». В общем, с «Макаби» у «Локомотива» действительно не складывается. Три матча, три поражения. На этот раз в рамках ТОП-16 Евролиги краснодарцы в гостях уступили израильтянам со счетом 75-85. Самым результативным баскетболистом встречи стал лидер Толеринского клуба Сафохлиц Схарцанитис. Он набрал 22 очка. Причем о том, что «Грек» выйдет на паркет, стало известно за час до начала поединка. Тренерский штаб «Макаби» изначально не планировал включать этого игрока в заявку в связи с травмой, но центровой на виду «Лока» успел восстановиться. Поражение для железнодорожников стало четвертым подряд. Прервать неудачную серию кубанцы попытаются 13 января в выездном матче единой лиги РТБ против литовского клуба «Литовас Ритас». Намного удачнее дела складываются у хоккейного клуба «Беркут» и «Кубани». Наша команда снова возглавила турнирную таблицу северо-западного дивизиона МХЛ. Краснодарцы в гостевом матче одолели «Рязанскую молнию» 2-1 и вышли на первое место. Счет в Рязани открыли хозяева в стартовом периоде, однако гости, забросив по шайбе во втором и третьем игровых отрезках, обеспечили себе победу. Следующую встречу «Беркуты» проведут после завтра. Кубанские хоккеисты на выезде сразятся с Ростошьей. В стартовом раунде «Австралиан Оупен» сочинская теннисистка Елена Веснина сыграет с американкой Элисон Риске. Жеребьевка первого в году турнира «Большого шлема» прошла сегодня в Мельбурне. Кубанской спортсменке, которая сейчас занимает 25-ю строчку в мировом рейтинге, досталась 57-я ракетка планеты. Предварительная дата поединка 13 января. Именно в этот день начинаются престижные соревнования. На них, кстати, Веснина сыграет не только в одиночном разряде. Ее дуэт с Екатериной Макаровой имена оппонентов узнает чуть позже. Добавлю, что в прошлом году российский тандем дошел до полуфинала «Австралиан Оупен». А в индивидуальных состязаниях сочинская спортсменка выбыла на стадии 1-8 финала. Трое воспитанников краснодарского скифа сегодня сыграют за юношескую гандбольную сборную России. Иван Пасинов, Дмитрий Свистунов и Никита Степанов в составе национальной команды сыграют в трех матчах отборочного этапа чемпионата Европы. Сегодня встреча с Израилем, а завтра и послезавтра российские гандболистки выйдут на паркет против швейцарцев и австрийцев. В финальный этап первенства континента, который пройдет летом в Польше, выйдут две команды из четырех. Добавлю, что поединок с израильтянами начнется через пять минут. Еще немного о гандболе, но о гандболе пляжном. Екатеринодар начал новый сезон с победы на престижном международном турнире. Краснодарцы удачно выступили на соревнованиях, которые ежегодно проходят в Швейцарии. 14 сильнейших клубов Европы сражались не на свежем воздухе, а в крытом помещении. На пути к финалу наша команда в шести поединках одержала шесть побед. А в главном матче турнира Екатеринодар встретился с самым титулованным клубом Старого Света Детона Загреб. В прошлом году наши гандболисты хорватам уступили дважды, однако на этот раз взяли убедительный реванш 2-0 в пользу краснодарцев. Спортивные факты заканчиваются. Приятных выходных и приятных погодных новостей, о которых прямо сейчас расскажет Дмитрий Крамар. У меня все. До встречи. Добрый вечер. Судя по погоде, наш год теперь выглядит так. Весна, лето, осень, а потом снова весна, лето и осень. Ну нет, вместо зиме на наших просторах такое ощущение, что весна и осень так перемешались в одно целое, и теперь у нас новое время года, вес осень. Почему же так тепло? Я с радостью поясню. В Атлантике расположились две мощные силы. Это исландская депрессия, то есть обширная зона низкого давления, и азорский антициклон находится там, чуть пониже. Так вот, эти две силы, словно гигантские шестеренки, приводят в движение всю атмосферу на этой территории. Почему? Потому что вот эта система циркулирует против часовой стрелки, а это почасовой. Таким образом, идеальные условия для того, чтобы теплый, влажный воздух из Атлантики проникал до Урала. Зима сможет вернуться, лишь тогда, когда наберет силу сибирский антициклон. Но пока этого не происходит. Завтра мы снова окажемся на периферии вот этого очередного новенького циклона. Но посмотрите, Витя облакает рядышком с нами. То есть самое страшное здесь, а мы отделаемся легким испугом. Остатки возможны, но лишь ночью и в первой половине дня, и то не везде, пока поясом может только по северу-западу, западу и Черноморскому побережью. Но днем распогодится этот случай, когда заливать не будет, но зонтики лучше взять не так, для подстраховки, мало ли что на уме у погоды. В целом день весенний, температура чуть-чуть на 1 градус понизится, ночью 2-7 тепла, днем 3-9 со знаком плюс, по югу до 13, рейтинг. Все неизменно, от Геленджика до Сочи, 11-13, на севере около 5, Краснодар. Утром, возможно, небольшой дождь, вот. Но потом, смотрите, давление растет, поэтому появится просто переменная облачность, прекратятся осадки и выгодит солнце. Температуры 4-6 утром, 9-5, в общем, высокие. Ветер западного направления. Все напомню, что партнер прогноза погоды – жилой район народный, квартира от застройщиков Краснодара. Да пребудет с вами с силой, запутствует вам удача, чаще улыбайтесь, будьте счастливы, пока.